Телекомпания «ИВИД» при финансовой поддержке Министерства по делам печати и телерадиовещания представляет. Добрый вечер. Вы смотрите программу «Жди меня». После аварии на АТС, которая обслуживает нашу пейджинговую станцию, к нам иногда сложно дозвониться. Поэтому, кроме нашего обычного телефона 970-0154, мы ввели еще один резервный номер. 941-9910. Он тоже работает круглосуточно. Большая просьба. Если вы сегодня кого-то узнаете, дозвонитесь нам обязательно. Вы же видите, как все, кто к нам приезжают в эту студию, ждут новостей. Итак, мы начинаем. Добрый вечер. Прежде всего, я хочу показать вам вот эту фотографию. Это Илья Пащенко. Ему 18 лет. Последний раз его увидели 14 февраля в 18 часов. Он сел на автобус номер 11, который идет от Новочеркасска до поселка Донской. И пропал. У нас большая просьба ко всем, кто ехал в этом автобусе 14-го числа, 14-го февраля. Пожалуйста. Это был вечер, пятница, конец рабочей недели. Так что это не так трудно вспомнить. Пожалуйста, посмотрите внимательно на эту фотографию. И если вы что-то знаете, позвоните нам. Сейчас мы вам покажем одну историю, в которой мы, как всегда, рассчитываем на вашу помощь. Началась она с того, что в конце декабря 1984 года в Дрездене из коляски был похищен годовалый ребенок. Посмотрите. Из Германии Олег Мигунов. 28 декабря 1984 года в Дрездене выдалась чудесная предновогодняя погода. Леонора и Эбер Харчок решили прогуляться со своим пятимесячным Феликсом и заодно зайти в центральный универмаг. Было 4 часа вечера, детская комната переполнена, да и Феликс заснул. Вот чтобы не будить его, они и оставили коляску у входа. Во времена ГДР никто и не думал, что это может быть опасно. Когда примерно через полчаса они вышли, то уже издалека увидели, что полок коляски немного приподнят. Муж сразу сказал, что что-то не так. А когда мы увидели пустую коляску, то сначала даже не испугались. Обыскали все, смотрели даже под матрасом, как будто он мог там спрятаться. Думали, вдруг он плакал, и кто-то передал его в детскую комнату. Полиция прочесала весь город, каждый сквер, подвалы, все семейные пары, которым когда-либо было отказано в усыновлении. Объявления в транспорте и по радио, но никаких следов Феликса. А спустя 9 дней, 6 января 1985-го, в другой части Дрездена, на улице Энгельса, 11, был найден подкидыш. Следователи и родители бросились туда, но это был не их Феликс. Все улики и фотографии тех лет до сих пор хранятся в дрезденской полиции. Примерно в полдень на улице Энгельса видели советский военный УАЗик, припаркованный прямо задним бортом к подъезду. В это же время кто-то положил картонную коробку с ребенком в детскую коляску, стоявшую в подъезде. Картонная коробка из-под обуви, произведенной в ГДР для советского военторга. Кофточка на ребенке, также проданная через базар солидарности Общества германо-советской дружбы. Все следы ведут к советским военнослужащим. И самое главное, следы от уколов и капельниц на теле найденыша и отсутствия положенных в ГДР прививок говорили о том, что новорожденный перенес либо инфекцию, либо травму, но ни в одной больнице ГДР не было такой истории болезни. Скорее всего, ребенок родился в советском военном госпитале. Если похищают детей, то в подавляющем большинстве случаев либо похитители выдвигают денежные требования, либо в конце концов находят тело ребенка. А два таких происшествия подряд, один пропавший и один подкинутый младенец, это не могло быть простым совпадением. Чтобы ребенок исчез без следа, такого не бывало в истории немецкой криминалистики. Следователи не сомневаются, что здесь произошла подмена. Может быть, родители считали, что их больной ребенок не выживет в Советском Союзе, поэтому оставили его в ГДР, а взамен увезли здорового мальчика. Кто-то из свидетелей даже говорит, что видел мужчину с картонной коробкой, по фотографии очень похожего на бухгалтера одной из советских воинских частей, Резадина Каюмовича Султанова. А как раз вечером 6 января с вокзала Дрезден-Нойштадт в Советский Союз уходил воинский поезд. Все запросы следствия в адрес советских военных наталкивались на глухую стену. В 98-м стало возможно провести генетический анализ остатков слюны на соске, найденной вместе с подкидышем. Стало ясно, что соску сосали два младенца. Сам подкидыш и вполне возможно, что Феликс. Если все так и детей действительно подменила семья советских военнослужащих, то это значит, что какое-то время с 28 декабря по 6 января оба младенца находились в одной и той же квартире в Дрездене. Трудно себе представить, что думали в эти дни родители, решившиеся на такое. Они прощались со своим больным мальчиком в надежде, что в ГДР ему будет лучше и увозили на родину совершенно чужого младенца. Во всяком случае, после того, как воинский эшелон ушел со станции Дрезден-Нойштадт вечером 6 января, всякая надежда погибла расследовать эту историю на территории Германии. Дрезденский подкидыш попал к приемным родителям в Саксонскую деревню. Поскольку его нашли в воскресенье, полицейские назвали его Мартин Зонтак, что значит «воскресенье» по-немецки. Сейчас ему уже 18, и он тоже ничего не знает о своих настоящих родителях. А вот что переживали родители Феликса, мы знаем. Горе не разрушило молодую семью, а наоборот, еще больше сблизило их. После объединения Германии пришлось много учиться и работать, чтобы закрепиться в жизни. Родили еще двух детей, но и детям всегда говорили, что у них есть старший брат. Сейчас, спустя уже 18 лет, на что они еще надеются? Это наш ребенок, но не наш сын, потому что он вырос в совершенно других условиях. Не мы его воспитали, у него свои родные, но он достаточно взрослый и мог бы приезжать к нам хотя бы в гости. Где-то в подсознании я всегда помню, что у нас трое детей. Конечно, ребенок может куда-то уйти, попасть под машину, но пока он жив, и всегда трое. И я думаю, когда мне будет 60 или 80 лет, я все равно буду думать, где он и что с ним. Сколько еще можно искать, они не знают, но пока есть силы, есть хоть малейшая зацепка в Германии или в России, они будут искать, ждать и надеяться. Сегодня родители Феликса, похищенного из коляски в Дрездене, почти 20 лет назад, у нас в студии. Знакомьтесь, господин Эберхард Чок и его жена Леонора. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вы считаете, Феликса нужно искать в России? Основной след ведет в прежнюю ГДР, это совершенно очевидно. Подмен нашего ребенка и ребенка найденного очень вероятен. Криминалисты нашли следы слюны и соску. Эту соску сосали два разных человека. Удалось установить, что у одного была группа крови Б. А потом было открыто, что есть группа крови А присутствует в этой слюне. Это прямое криминалистическое доказательство. У нашего сына Феликса была группа крови А. А у найденыша была группа крови Б. Готовясь к сегодняшнему вечеру, мы сформулировали очень-очень много вопросов. Вопросы эти вытекают из всего, что мы знаем, и мы очень надеемся, что люди вспомнят об этом случае. Может быть, молодой человек сам себя узнает. Может быть, можно было где-то опубликовать эти вопросы. Есть ли у вашей передачи газета, где можно было бы опубликовать и сформулировать эти вопросы? Я понял. Вы знаете, у нас, во-первых, есть газета, и мы обязательно это сделаем. Обязательно это сделаем. Но, поскольку вы знаете, каждую нашу программу смотрят от 15 до 20 миллионов человек. И, кстати, и в Германии ее смотрят тоже. И очень важно, чтобы вы некоторые центральные, главные вопросы сейчас перечислили. Мы бы хотели впрямую обратиться к тому молодому человеку, который, весьма вероятно, наш сын. Вы, предположительно, вы родились с 1 октября 1984 года по 23 марта 1985 года на территории ГДР. Ваш отец был в Дрездене в качестве военного в 1984 году. У вас группа крови А. Но среди вашей родни, мы предполагаем, в основном группа крови Б. Бросилось ли это вам в глаза? Заметили ли вы это? Брошенный ребенок находился длительное время в интенсивной терапии. Может быть, есть врачи или медицинские сестры, которые вспомнят об этом случае? Кто-то должен об этом вспомнить, потому что... Потому что это был очень тяжелый случай, и это были серьезные вмешательства в его организм. Врачи нашли на руках, на сгибах локтей и у лодыжек шрамы от разрезов. Да, ему делали внутривенные вливания. И мы предполагаем, что эти вливания делал один и тот же врач. И для тогдашнего медицинского обслуживания в ГДР это были нетипичные приемы медицинские. Криминалисты пытались установить, для чего делались эти вливания. Есть несколько вариантов. Или очень тяжелые инфекционные заболевания. Или может быть, например, черепно-мозговая травма. Или отравление. Можно представить себе, что у него полностью заменили кровь. Очистка крови делалась ему. Родители, конечно, в особенности мать, наверное, были очень огорчены. Потому что состояние у него не должно быть тяжелое было. Иначе кто же будет такие вещи делать? И мы надеемся, что в больнице могли бы вспомнить об этой опечаленной матери. Или другие женщины, жены советских офицеров, в то время жившие в Дрездене. Потому что, конечно же, они об этом должны были разговаривать. Вот предположительный отъезд из ГДР. Это было уже 6 января 1985 года. С 24 декабря 1984 года по 7 января 1985 года. И тогда ходил поезд для тех, кто уезжал из ГДР для советских военных служащих. Но время отпусков. Все время в одно и то же время из Дрездена-Нойштадта в Брест. Для этого поезда существовали списки пассажиров. Из них следует, что в этот период выехало 83 человека. А 6 января это было 28 человек. Мы не знаем, где находятся эти списки пассажиров. Поэтому наш вопрос, кто знает, где архив находится. И мы хотели бы последний вопрос задать. Что случилось с свидетельствами о рождении детей? Если дети рождались в ГДР, если человек был женат замужем за советским военнослужащим, где хранятся свидетельства о рождении? Где списки этих свидетельств? Где находятся архивы, в которых хранятся свидетельства о рождении? Понятно. Большое спасибо. Вы знаете, конечно, в этой истории это тяжелый случай для поиска. И, наверное, надо надеяться только на чудо. Но в нашей передаче происходят иногда совершенно необъяснимые и невероятные вещи. Правда. И будем надеяться, что это чудо произойдет на этот раз. Давайте будем надеяться на это. Да? Да. Наши телефоны 970-0154 и 941-9910. Если вы что-то знаете, можете нам помочь? Позвоните нам, пожалуйста. А сейчас мы дадим слово тем, кто приехал к нам. Добрый вечер. А вы к нам откуда приехали? Из города Майкопа. Мой сын из города Майкопа в 1997 году уехал на заработки в Москву. Все было хорошо, помогало встроиться. Последняя весточка от него прошла 25 мая 2001 года. Он сообщал, что в ближайшие дни позвоню вам и я, а не жене. До сентября месяца никаких вестей не было. Обеспокоенный я приехал в Москву. Я знал, что он работал на Каширском рынке, грузчиком. Перешел на ведущую российскую ярмарку стройматериалов. 41-й километр МКАД. Работал там. Я трое суток ходил, искал его. На третьи сутки молодые люди подошли. Говорят, знали мы Сергея. Мы в январе месяце вместе еще работали. Он собирался ехать домой, но он домой не приехал. Погнали, там наша история закончилась. Не знаем. Ждем. Детки ждут. Будем надеяться, что на этом истории не закончится. Кто узнал Сергея и знает, где он находится, позвоните нам, пожалуйста. У нас теперь два телефона. 970-0154 и 9419910. Оба работают круглосуточно. Спасибо. Добрый вечер. Кого вы ищете? Я ищу дочь Назарову Ольгу Ивановну, 1965 года рождения. Она вышла из дома 15 июля 2001 года, сказав детям, что скоро вернется. В Москве, в районе Марина, улица Поречная. Но с того дня мы больше о ней ничего не знаем. Оленька, девочка ты моя родная. Мы тебя очень ждем. Надеемся, что мы встретимся с тобой. Все, кто обладает какой-либо информацией, прошу сообщить на передачу «Жди меня». Спасибо. Добрый вечер. Кого вы ищете? Добрый вечер. Я ищу мальчиков. 4 января этого года. В поселке Камские поляна Нижнекамского района Республики Татарстан ушли на горку кататься самодельными санками. Мой сын Павловича Володя 10 лет. Его друг Ахмадуллин Ренат 13 лет. Ушли и бесследно пропали. Ни санок, ничего нет. Дети домашние. Без сопровождения родителей не могли уехать вообще никуда. Мы использовали все средства поиска в Татаре безрезультатного. Вова Ренат, если вы меня видите, слышите, не бойтесь, обращайтесь в милицию. Мы все любим вас и ждем. Пожалуйста, если кто-то видел и знает о месте, нахождение этих детей, просьбы сообщить в редакцию или милицию. Пожалуйста. Павловичев и Ахмадуллин Ренат, 13 лет. Спасибо. Наш телефон 970-0154-941-9910. Добрый вечер, кого вы ищете? Я здесь по просьбе широких Нины Дмитриевны. Она ищет своего сына, широких, Павла Александровича, 81-го года рождения, который пропал после аварии на трассе Москва-Воронеж в районе деревни Большие Плоты. Это в Тульской области. Когда? В 2001 году с 22 на 23 февраля в ночь он там попал в аварии. И после аварии, как сказали очевидцы, он побежал через поле, и с тех пор его никто не видел. И большая просьба передать ему, если он жив и здоров, передать своим родителям какую-то весточку. И еще надо сказать ему, что у него умер брат Сергей. Все. Спасибо. 970-0154 и 941-9910. Добрый вечер. Добрый вечер. Откуда вы к нам? Я из Москвы сам приехал, но я разыскаю друга, с которым дружил очень долго, лет 30. Он вышел 8 октября 2002 года. Он тоже в Москве? Он тоже в Москве, да. Где он жил? Он жил на улице Кусковская. А вышел из дома? Вышел из дома, уехал на дачу. И после того его нет. Фамилия его Слыков Павел Иванович. 58-го года рождения. В последнее время он работал, вообще-то он сотрудник МВД, подполковник, но там тоже ищут и поговорят, да, нет. Жена, семья, дети ждут. Спасибо. Еще раз напоминаю наши номера телефонов. 970-0154 и 941-9910. Звоните нам, пожалуйста. Добрый вечер. Кого вы ищете? Здравствуйте. Я ищу брата Талипова Леонида Федоровича. Это фамилия его жены, а до брака он был Соснов. 23 декабря 1963 года рождения. Живет он в Москве 22 января этого года. Ушел на работу в 10.30 утра. До туда не дошел. И с тех пор его никто не видит. Если ты меня видишь, Леня, я тебя очень ищу, и мама, и Эльза, тебя мы все ждем. Может быть, он оказался в больнице, и если кто-то из медиков его узнал, очень вас просим сообщить нам об этом. Спасибо. Спасибо. 970-0154 и 941-9910. Звоните нам, пожалуйста, если что-то вам известно. О вас я узнала. Добрый вечер. Добрый вечер. Вы у нас почти, чуть ли не на каждую программу приходите. На каждую программу. А ищете вы, по-моему, подружку? Подружку. Подружку, да. Ну, вы, по-моему, давно уже ищете. Я только со второй передачи, я ее ищу. Давно. Давно. Не отчаялись за это время? Не отчаялись. Все, думаю, найдут. Татьяна Сергеевна, я ведь правильно вас называю, да? Да. Татьяна Сергеевна, по-моему, вот за время своих поисков перезнакомилась со всеми с нами. Со всеми. Да. Уже здесь знакомые есть. Я хотел вас спросить. Татьяна Сергеевна, мне сказали, что вы приходитесь внучатой племянницей Константина Сергеевича Станиславского. Да. То есть и фамилия Алексеева. Да. И его настоящая фамилия Алексея. Это его племянник мой отец. А вы его помните, когда были ребенком или нет? Помню. Да? Да. Он же в три... Мне шесть лет был, когда он умер. И вы общались как-то, да? Общались мы. А ищете вы ведь вот столько времени, вы ищете подружку по геологической партии? Да. По экспедиции. Восьмой номер экспедиции. Аэрогеология. А фотографии подружки у вас нету, Татьяна Сергеевна? У меня есть. Я ее показывала. Она даже на стенде у вас была. И не помогла тогда? Не помогла. Понимаю. Но я вам хочу показать тоже одну фотографию, Татьяна Сергеевна. Да. Выведи, пожалуйста, на экран фотографию. А. Да. Я показывала ее. Она вам говорит эту фотографию о чем-то, да? О чем-то говорит. Да? Да. Это там снято? Там снято. Там, да? Да. На Алтае мы снимались. Понятно. Да. Посмотрите, пожалуйста, на экран, Татьяна Сергеевна. Много было ребят, но я просто не помню их фамилии и имена. Это было так, так что я не помню. Но в общем мы там жили, и вообще группа была очень хорошая, очень дружно мы жили. А вечерами у нас были костры. И вот у костра было очень весело. Все были молодые. И, значит, или песни пели, или рассказывали что-то, что-то изображали. Вот однажды Женя Бабичев пришел голодный, усталый, голодный. У нас была только каша. И нашли еще два помидора, потому что все остальное подъело собаку у нас, как мы не заметили. И он стал изображать, что он умирает от голода. И так здорово изображал, что вот стишки появились такие, которые, в общем, сохранились чудом. Яркое солнце царит над Семеновкой, а там внизу было селение Семеновка. Яркое солнце царит над Семеновкой, пихты красавицы нежно шумят, травы высокие тихо склоняются перед четверкой скромных палат. Жизнь протекла удивительно весь, лучшие вины, в кавычках, струились рекой. Были здесь песни, масло было, даже собаке хватило большой. Голод точил молодца с понедельника, сильное тело не вынесло каши. Зря он кормил его помидорами. Вскоре пришел ему верный шабаш. Она? Она. Татьяна Сергеевна, только понимаете, какая история. Она, кажется, до сих пор не догадывается, кто ее ищет. Может быть. Да, идите сюда. Давайте попробуем ей позвонить, и вы сами все ей объясните. Хорошо? Хорошо. Садитесь. Да. Нет, еще гудки. Алло. Да. Люба? Да. Любочка, тебя ищет Татьяна. Ой, Татьяна ищет? Да. Прекрасно. Я хотела бы видеть ее. Ну вот, видишь, как у нас получилось? Я тебя уже ищу два года. Да что ты говоришь? Ой, интересно. Вот я не ожидала вот этого, что ты будешь меня искать. Ну ты запиши мой телефон. Хорошо, запишу. Давай. Как ты себя чувствуешь? Все нормально. Ну очень хорошо. Я уже на пенсии, не работаю. Работала на выставке, 40 лет отработала. На выставке работала? Да. Интересно. А на какой выставке? На ВДНХ. А, вот так, да? Да. И кто там делал на выставке? Я и это, хранителем работала. Ага. Ну давай, записывай. Хорошо, напиши. Это что ты нашла? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Записывай. Записываю. Записываю. 990. О, здравствуй. АПЛОДИСМЕНТЫ Надо же так, надо с тобой неудовольствовать. Видишь так, говорят, что тебя нету, не знаешь, не знаешь. Да. Ты была идя, что меня нашла? Просто удивительно. Татьяна Сергеевна, проходите туда, садитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Садитесь. Садитесь, присаживайтесь. Сюда? Да. Сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Я хочу сказать спасибо нашему партнеру, страховой компании «Спасские ворота» за помощь в том, чтобы все сегодняшние встречи состоялись. Вместе со страховой группой «Спасские ворота» мы желаем вам спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер. Кого вы ищете? Я Скородумова Светлана Сергеевна. Ищу сына Скородумова Олега Владимировича, 82-го года рождения, 20-го апреля. Сын в 99-м году закончил школу и уехал из города Рудного, где проживал с нами. Уехал в Челябинск, поступил в медицинскую академию. За время учебы сын регулярно звонил домой. 12 октября 2002 года, как обычно в субботний день, мы ждали звонка от сына. Но звонка так мы не дождались. Но что нам стало известно? Последний, кто видел сына, это был вахтер общежития. 12 октября, когда мы ждали его звонка, 12 октября 2002 года, сын вышел около трех часов дня из общежития Академии на крыльцо и якобы кого-то ждал. Минут 15 вахтер его еще видела в поле зрения, он у нее находился. Потом куда ушел, никому неизвестно. Обращаюсь к жителям Челябинска, поскольку сын там проживал больше трех лет. Может, кто-то его видел в тот момент, когда он ушел из общежития. Может, кто-то знает, где сейчас сын находится. Я очень прошу, сообщите. Мы будем благодарны за любую информацию о судьбе сына или его местонахождении. Спасибо. Большая надежда на вас, кто нас смотрит и кто, может быть, узнал Олега. Позвоните нам, пожалуйста, 970-0154 и 941-9910. Спасибо. Добрый вечер. Вы к нам откуда? С Владимира. Кого вы ищете? Все ищут, конечно, людей. А я ищу свою собаку, самую лучшую мне в жизни. Пропала у меня собака. Я ее ищу, никак не найду. Подождите, но она где? В городе Владимире? Да, да. Боксер, тигровый мастик, грудь белая, девочка, возраст 6 лет. Ушки и хвост купированы. И 26 января утром я ее вывела гулять. Она у меня с поводком. Ну, девочка, время пришло гулять. И она вырвалась и убегала. И скрылась в глаз. И я ее объявляла везде. И по телевизору. И по газетам по всем. Ну, нигде. Нет, как вот сквозь землю пропала. И просто хочу, люди, люди добрые, помогите, отдайте мне собаку. А нет у вас фотографии случайно вашей собачки? Нет ее, нет. Я с удовольствием ее принесла. Как зовут? Лора. Лора ее звать. Я хочу обратиться к жителям города Владимира. Кто, может быть, знает, где Лора? Лора это собачка, боксер. Пожалуйста, позвоните нам, а мы уж передадим сведения хозяйке. Вы, кстати, обязательно анкету оставьте. Я оставлю. Да, 970-0154 и 941-9910. Позвоните нам, пожалуйста. Уж больно хочется, чтобы ваша собачка нашлась. Добрый вечер. Кого вы ищете? Я ищу сына. Я приехала из Волгограда. Кириллова Игоря Вадимовича, 89-го года рождения. Мы жили на даче, и к нему приехал друг, Корнея Владимир. Они вместе пошли гулять 12 часов дня. Там же в обществе, в садоводчестве, в обществе «Нефтянник». И до сих пор они вернулись. Пропали поиски. Результатов никаких не дали. Может, кто-то где-то видел их или видит их. Пожалуйста, сообщите на передачу. Жди меня. Я буду очень благодарна за любую информацию. Пожалуйста, помогите найти мне сына. Спасибо. Будем ждать. 970-0154. Давайте сейчас ненадолго прервемся. Сегодня мы получили видеописьмо из Польши, которое я хочу вам показать. Моя фамилия Тереза Лисовская-Вишневская. Тереза Лисовская уже 7 лет разыскивает родственников в Белоруссии, которых она никогда не видела. Ее отец Григорий Лисовский родился в городе Глуск Могилевской области. В 1920 году он переехал ближе к Варшаве и остался там, познакомившись с будущей матерью Терезы. В 1938 году по акту Молотова-Риббентропа Восточная Польша была занята советскими войсками. Так семья Григория Лисовского оказалась в советской Белоруссии. Последний их адрес – поселок Деречин, Зельвинского района Гродненской области. До самой смерти отец Терезы ни словом не обмолвился о своей родне в Белоруссии, не без основания опасаясь, что слух о польском родственнике повредит оказавшимся в СССР. Сейчас Терезе Лисовской известно, что это были братья отца Ян, 1904 года рождения, Болеслав, 22 года рождения и сестра Ирена, 1927 года рождения. Если ты не знаешь прошлого, если ты не знаешь, откуда пришла твоя семья, ты тоже не знаешь, куда ты идёшь. Если вы что-то знаете, звоните нам, пожалуйста, 970-0154, 941-9910. Кстати, вы знаете, наша программа сейчас получает всё больше и больше известность в мире, и мы получаем всё больше писем со всех концов планеты. А недавно нам передали просьбу из Ирака, от человека, которого зовут Али Карим, по национальности он Курт. Он попал в Советский Союз по партийной линии. Он в 1953 году поступил в высшую партийную школу. И то ли в 1957, то ли в 1958 году у него родился от русской женщины сын, которого назвали Абдель Карим Али. И вот теперь отец хочет его найти. Если вам эта история о чём-то говорит, позвоните, пожалуйста, нам. Добрый вечер. Кого вы ищете? Я ищу своих братьев, вот, или членов их семей. Ну, прежде всего, история-то давнишняя, около 60 лет. Да, отец и его семья проживали, значит, в Смоленской области, Тёмкинский район, деревня Дмитриевка. Значит, во время войны отец был ранен, тем, видимо, отправлен в Сибирь на излечение. После излечения, это был направлен в Красноярский край, в город Боготол. После излечения, значит, отец, он был списан по ранению, не пригоден для военной службы. И он и ещё три солдата. Один, кстати, солдат был из деревни, рядом с нашей. Видимо, он пригласил их к себе, значит, в эту деревню. Когда они шли по пути, значит, зашли, проходили мимо нашей деревни. Наша хата была, изба там, да, была крайняя. Ну, и зашли они, пообогреться. Дома никого не было, кроме маленьких детей. Одной старшей было 7 лет, и самой маленькой около года. Мать с утра до вечера работала, там, где на ферме, на всяких там, значит. Вот, трое на печке сидели, и одна маленькая, закутанная, там, в тряпе была, значит, на кровати. Дверь была открыта, снегом там занесённая, но они зашли, значит, обогрели. Вот, спросили у старшей сестры, ей было 7 лет, где мать, она говорит, на работу поздно придёт. Ну, и всё там, привели в порядок. Отец взял маленькую девочку на руки, обогрели её, значит. Я, говорит, останусь здесь, потому что эти ребята пропадут. Ну, когда эти ушли, значит, ну, мать пришла, и состоялось их знакомство. Оказалось, что его семья и 9 его сыновей остались в Смоленской области, были оккупированы. И были сведения, что семья погибла. Мать к этому времени была, значит, уже вдовой. Отец этих 4 детей, значит, погиб в начале войны 41-го года. Вот она была уже вдова, значит, ну, четверо детей было, значит. И так он, Петров Николай Яковлевич, остался у нас в этой деревне, в Бокатовском районе, в деревне Дмитриевка. Ну, когда после освобождения Смоленской области от фашистских захватчиков, короче, значит, стала, мать предложила, говорит, Николай, пиши, потому что, может быть, семья где-то найдётся, она жива, она может быть. А мама не оставила? Мама моя, да. Он написал туда, пришёл ответ. И, к счастью, да, семья его жива. В Морозовке? В Морозовке, да, в Смоленской области, значит, в Морозовке, в Тёмкинском районе. Мама говорит, Николай, тогда давай, езжай домой, у тебя там 9 сыновей. Он поехал, поехал к своей семье. Ну, когда уезжал, он сказал, значит, Галина Ивановна, если родится у нас сын, назови его Александром Николаевичем. В честь, ну, или, как сказать, его старший сын тоже, Александр Николаевич. Первый, и я выходит последний, десятый, Александр Николаевич. По матери я Новиков, по отцу Перов. Ну, так и мать назвала меня Александром Николаевичем. Он уехал, затем, значит, оттуда, писал через какое-то время. Отец пишет, прошу, говорю, на мать, выслать вызов. Тогда почему-то требовалось ему вызов, что я, говорит, приеду сюда, или с детьми, или как, значит, ну, нужен вызов мне, чтобы я прибыл. Мать не дала на это добро, значит, вызова не послала. Он писал на сельский совет, мать не дала на это разрешение. И больше известий и не было. Я просто хочу обратиться, значит, ну, естественно, наверное, по всей видимости отца уже нет живых, но братья должны остаться, или члены их семьи. Я хочу к ним обратиться, пожалуйста, если вы смотрите нашу передачу, вот эту передачу. Александр Николаевич. Да. Они смотрят точно. Точно смотрят. Да, более того, они слышат вас. Замечательно. Они здесь. Я хочу вас с ними познакомить. А? Хочу вас с ними познакомить. Валентин Николаевич. Анатолий Николаевич. Николай Николаевич. Прошу вас. Добрый вечер. Добрый ваш брат. АПЛОДИСМЕНТЫ А мы говорили. Кто меня знал, кто отца знал. Говорят, ну, как копия, говорит, как будто бы отец. Мы видели, сразу я узнал. Говорят, ну, где бы нет. Что ж так долго искал? Не было возможности, а сейчас вот такая передача у нас. Радостная, народная, любимая. Спасибо, папушка. Я хотел вас искать. Я служил военно-воздушных силах. С Дальнего Востока, Забайкалья, потом в Германии, в Белоруссии. И обратно ввернуться в Сибирь. Кто будет заниматься, когда я не знаю, значит, не год рождения. Везде спрашивают, год рождения нужно имя, 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 имя. И отчество, я знаю. Вот нас осталось только теперь трое. Четверо теперь. А вот теперь, да, вы четвертый. Четверо. Отцу, отцу четвертый. Ну было всего десять. Девять. А я-то? А теперь десятый. Я очень рад за вас. Мечта моя сбылась. Не в 20 веке, а в 21 веке встретились бы. Очень рады. Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Я рад за вас, ребята. А мы больше рады за вас. Похожи, очень похожи. Очень похожи. Спасибо всем. Поздравляю. 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 Продолжение следует...